Позвольте представить вам героиню этого фильма, актрису Каина Химина, исполнительной главной роли. Вы имеете возможность задать ей вопросы. Если нет вопросов, то нет вопросов. Но позвольте мне сказать несколько слов для начала. Садитесь, садитесь, садитесь. Не хотите? Нет, пока. Я, вот мы говорили сейчас об этом, я немножко знаю мир балета, не понаслышке. Моя бабушка, одна из бабушек была балерина. И я знаю этот мир очень хорошо. И мир, в том числе и Ольги Списицевой, мне она была хорошо знакома с детства. И я знаю, какой это мир замечательный, прекрасный, интересный. И я знаю, как трудно в этом мире, и как трудно сыграть балерину. И не только потому, что требуется внешнее сходство. Дело не в этом. Вот мне кажется, что Галина сыграла образ. Образ трагический. Образ сильный. Образ человека очень талантливого, у которого жизнь не сложилась. В общем, недостаточно ярко и недостаточно полно. Эта балерина смогла выразить себя, несмотря на все, так сказать, ну, все, что было в ее жизни. Какие-то выступления, все. Но самое главное, вот создать образ. Хотя есть, на мой взгляд, и внешнее сходство между Галиной и Ольгой Списицевой. Безусловно, есть. Но не за это внешнее сходство Алексей Учитель выбрал эту актрису. Потому что создать образ такой тонкой души, такой особой какой-то структуры человеческой, и так это передать на экране. Поэтому ничего удивительного в том, что столько премий Галина получила за исполнение этой роли, это не удивительно. Это абсолютно закономерно, справедливо, и спасибо ей большое за это. За то, что она так прочувствовала это и смогла, что благодаря своему таланту и тонкости своей, и профессионализму, всего вместе она смогла создать этот образ. Удивительный совершенно, в таком же удивительном и замечательном фильме. Вот. Спасибо всем. Большое спасибо. И если какие-то у вас есть вопросы или желания что-то сказать... Ну, я хочу с вами поздороваться прежде всего, поблагодарить, что вы пришли. Хорошо, что вас немного. Хотя, вот, Екатерина Сергеевна пыталась объяснить, что вы не волнуетесь, народу мало. Мне кажется, что тут не важно, да, сколько, полный зал или несколько человек. Ну, если есть повод как-то сблизиться с маленькой компанией, то это тоже, на самом деле, очень серьезно и имеет основания для того, чтобы встретиться. Вот. Поэтому, вот, практически с каждым из вас можно познакомиться и буквально конкретно пообщаться. Это лучше, чем, вот я уже говорила, когда общаешься на какое-то количество людей, понимаешь, что ты никогда в жизни не охватишь никого конкретно. Вот. Я рада, что вы пришли. Наверное, что-то вы, как бы, хотели увидеть, увидели или нет, я не знаю. Вопросы, ну, я не знаю, какие могут быть вопросы, если что-то интересует, спрашивайте, я отвечу. Если нет вопросов, ничего страшного. Я все равно рада вас всех видеть. Вот. И... Скажите, пожалуйста, а вы габалету имеете? Нет, я никакого отношения к габалету не имею, кроме, ну, наверное, может быть... Это просто, вот, природа нарисовала такое подобие. Похоже, я прям выраживалась. Похоже, да, все. Нет, я в 10 лет занималась в хореографической студии. Это не имело отношения к профессиональному балету. Буквально, там, может быть, полгода я ходила. Но это все равно не может сложить такой отпечаток. Это такое впечатление, что вы... Моим предагомом, Аркет Сигалова, Алла Михайловна Сигалова, может быть, вы слышали. Вот. Это, да, она, конечно, была для меня в этом смысле учительным, для нас, для всех. Она дерзкая, сильная очень такая женщина. Может быть, она определила какие-то вещи, подчеркнув их, вот, может быть, как-то усилив. Но профессионально балет мне не занималась никогда. Просто вы оказались очень талантливой ученицей. Но, ну, не знаю, если это может взять достоинство, может быть, да, я учиться и люблю, и любила. И учителя меня всегда любили. Может быть, в этом смысле это не самое мое большое достоинство, я слишком послушная в этом плане. Вы знаете, это байф-фрук достоинство. Спасибо большое. А что вы с вами занимались, да, вот, когда вы съемки были? Значит, на фильме было, ну, мне очень стыдно. Это было все-таки достаточно давно. Я забыла имя отчество этой женщины. Но вот, при том, что я не помню, как ее звали, но я помню ее, вот, я вижу ее, этот образ. Невысокая женщина уже в возрасте, из балета, безусловно, балерина в прошлом. Она ходила за мной, она следила за какой-то, за походкой, за спиной. Спина у меня все равно, согменная, она осталась на всю жизнь. Вот, она что-то, да, указывала, говорила, хотя, конечно, вы видели в кино, как бы, ну, не было такого стремления абсолютно подражать балетным профессиональным навыкам. Но я ей безумно благодарна, потому что вот это ощущение, вот это рядом учительницы, которые что-то... Я помню только одно, когда происходили уже темы болезненной истории жизни Списельцевой, и мы подходили к этим сценам. Она все время стояла рядом и буквально шептала мне надо, и говорила, не бери в себя, не бери в себя. Вот как-то мне кажется, что этим даже она больше меня и оградила, и к чему-то подводила, чем указаниями какого-то профессионального навыка, в смысле держать ногу или еще что-то. Скажите, пожалуйста, а вот эти вот все убийства, это исторические события или... Значит, этот фильм построен, основан на документальных событиях. Я не понимаю, за что убивать Сидихина, за что служила? Это было связано с как... Может быть, здесь она не так явно выражена, как документальная история, это все было. Действительно, да, это поданные события Балеринжи и Сивцевой, ее жизни. Более того, Алексей Фимович, учитель, так как он был режиссирован документалистом, изначально у него была идея снимать документальный фильм о балерине Сивцевой, которая к тому времени была жива, и жила в Америке, в доме для престарелых. Я не знаю, как он уже там называется в Америке, как это может определяться. Ей было глубоко за 90-е, ей было, по-моему, около 95-ти лет, и он хотел снимать документальный фильм, где, естественно, он мог бы снять ее. Ну, там был написан сценарий документального кино, она не дождалась этого момента, она ушла. И, ну, Алексей Фимович эту историю не отпустил, то есть ему захотелось все-таки ее рассказать. И он перешел уже на возможность сделать это в художественное и игровом кино, и стал собирать артистов. В общем, вот так это произошло. Поэтому, конечно, это имеет отношение к документальной истории жизни. А Эйфман Бартиякович, он ставил у вас там, что-то по фильму, да? Еще раз. Эйфман. Нет, Эйфман, он как бы был, я так понимаю, вдохновителем каким-то Алексея Фимовича, потому что у него был спектакль, который назывался «Красная жизель». Вот, Эйфман ставил балет Успе Сирцевой, по-моему, это был знаменитый и очень известный спектакль, и я не знаю, привозили ли они его в Москву или нет. На тот момент это тоже было такое событие театрального Петербурга, и они были близки с Алексеем Химовичем, я думаю, объединены этой темой, поэтому наверняка и благодарность, и все было направлено к Эйфману. Вот, артист из его балета тоже, да, был на съемках фильма. Ну, как-то вот так это было. Ну, в Питере, в самом деле, снимали, да, там, что-то там, в Лакарте? По-моему, мы снимали все в Питере, что-то снимали в Париже, немного. В Париже мы были, несколько там каких-то съемочных дней, гранд-опера, в частности, это парижские съемки. Вот, немного, но по тем временам это... Да, да. Вы сейчас немножко упомянули об этом, когда говорили о своем педагоге, о той болезни. Вот, действительно, вам не страшно было входить в жизнь Списевцевой именно в последние годы, когда она уже была, ну, только не совсем здоровая? Вот вы, как человек, вот этого не боялись, пойти в этот образ, вот, чтобы не перешло, да? Понятно? Понятно. Ваш вопрос очень понятен. Я вам хочу сказать, что нет, не боялась, потому что в профессии актер, актриса есть защита определенной от этих вещей, если ты занимаешься этим профессионалом. Профессия здоровая. Вот, соответственно, она дает защитную стену, сохраняя твое внутреннее состояние, для того, чтобы ты мог рассказать историю и болезненную, в частности, хотя в любой болезни есть свет, и мне кажется, что, в общем, этим жизнь сильна, что никогда нет все-таки однозначного взгляда, даже если он глубоко драматичный, и подберут другие жизни. Так что защита присутствует. А вот если не профессионал этим занимается, тут надо быть аккуратным. Я спросила, потому что я, конечно, не специалист, не геновид, но, честно, как зритель, мне показалось, что у вас получилось очень точно, вот как вы были точно, я не специалист, абсолютно, что без переигрывания, без какого-то педалирования, так сказать, что вы показали, как она страдает. По сути, очень тонко это получилось, почему я здесь красивая. Спасибо большое. Ну, я думаю, это не без ловища, не без субъекта. На самом деле, вот крайне вы держались, не переигрывали и не покались. То есть все-таки вы не смеситеся в Агарина Тюрина, что вот это все так, у вас очень получилась вот эта граница, вот это вот точно прошли, но вот этот завод, как аккет, как зритель. Спасибо. Благодарю. Не даром же учитель выбрал все-таки актрису, а не балерину, потому что, наверное, можно было идти по пути наиболее простого, взять балерину, которая имела какое-то общее искусство. Да, вы знаете, там есть край сцена, я не пересматриваю фильм, она должна быть, если я помню, где буквально идет сцена из балета, по-моему, где я у меня, где должна танцевать, вокруг меня стоял коротебалет, настоящий. Балетных артисток. И вот тут я испытала, почувствовала вот эту сложность балетного мира, когда есть прима, и есть одна, и есть, да, исполняющая главные партии балета, и есть очень много девушек, которые наверняка, каждый из них мечтал бы занять это место, но каким-то вот таким странным способом, это жестокая профессия балетной актрисы, не дает возможность каждой из них осуществить вот такого рода работу. И в этот момент в воздухе повисает определенный ворот напряжение, и даже я, будучи актрисой, совершенно не претендуя на балетную, сказать, славу, я чувствовала вот эту вот нервную направленность в свой адрес, я думала о том, что я уйду, и меня это в общем не коснется, но я поняла, господи, что же, это жестокий мир балета, жестокий, при своей нежности и хрупкости, той, которую мы видим, жестокий в смысле внутреннего выдержки, которую надо иметь, и, конечно, ревностной сопернической природой. Я как-то спрашивала одного из балетных людей, я говорю, а почему, что, у нее жили ничего не было? Он говорит, ну а как, партий немного на самом деле, а сколько балетов? Это, говорит, в драме, да, сколько написано пьес, где и то вообще все равно присутствует в момент соперничества, допустим, в каких-то главных актрисах. Балетов вообще очень мало, поэтому для любой балерины, начинающей, возникающей на небосводе балета, это, в общем, очень мало возможности что-то станцевать самой, просто нереально, чтобы все на это могли рассчитывать. И вот так задумывается, ну и действительно какой-то, какой драматический момент. И те, кто, конечно, идут в эту профессию, они, в общем, обрекаются на 90% труда, который не возблагодарится так, как хотелось бы. Очень рано уходят на пенсию, да, очень рано уходят из профессионального. В общем, это драматический момент. Да, простите. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу за вопрос. Первый вопрос. На время съемок или во время подготовки к съемкам у вас был станок, к примеру, там каждый месяц, месяц выставали каждый день к станку, подготовка к съемкам. И в дальнейшем использовали ли вы эти приобретенные навыки осанку, дисциплину, это труд в своей дальнейшей профессии? Значит, интересный вопрос. Первый вопрос. Я не занималась танком. Значит, мне, конечно, у меня был станок 4 года в институте, так как я вошла в этот фильм сразу после института, то, конечно, какая-то база оставалась, потому что станок в институте на занятии танцем с Сигаловой, это было достаточно серьезно. Это я сейчас в любой момент могу встать, и, конечно, какое-то подобие станка осталось во мне. С другой стороны, я, например, считаю, что это немножко такое привнесение голливудского американского кино, когда артист, изображая, извините за это слово, играя, проживая жизнь малярины или доктора, или кого-то еще, считает необходимым овладеть некими навыками профессии. Он идет в больницу, режет пациентов, потом он играет в хирурга. Я категорически против такого подхода. Мне кажется, это не подход русского драматического артиста. Все-таки есть момент воображения, есть момент дела не в буквальной, как это слово, имитации профессии. Это немножко перекос голливуда, потому что это бизнес для них во многом, и поэтому они это делают, им платят деньги за то, чтобы они сделали вот это подобие так, чтобы зритель в тренингом зале был куплен вот этим эффектом. Может быть, не все фильмы, конечно, голливудские фильмы имеют отношение, но такая тенденция есть. Она появилась, кстати, в нашем кино. Сейчас, вот в эти годы, когда наше кино тоже становится во многом бизнесе. Я против этого момента. Мне кажется, это не имеет отношения к драматическому артисту, который все-таки все равно определяет и кино, и театр. Это не уничтожает разговоры о работе, подготовке к роли, но она все-таки должна быть другого рода. Все-таки это история души, это какие-то... Дело не в том, делаю я станок или нет, хотя это важно и есть, да, осанка, и есть какая-то манера, поза или что-то еще, выраженная форма, но не это самое главное. А второй вопрос вы задали по поводу, что пригодилось ли это? Пригодилось. Я, например, привнесла в театр поклоны, которые я увидела у балетных людей, и невероятно понравился их вот этот вот момент кланяться. Я считаю, что это невероятно красиво. В этом есть грация движения, связанного с костюмом. И в драматическом театре сейчас это все уходит. Мы просто как бы немножко так это делаем чуть-чуть по эстрадному конферансе. А когда актриса стоит в красивом платье, длинном, необходима какая-то эстетика вот того прошлого века. Вот это я взяла, принесла в свой театр, и все наши артистки это поддержали, хотя бы мне об этом не говорили. Вот. Но это может быть не так серьезно, как то, что вы имели в виду. Но это вот, мне кажется, что балетный мир, связанный с грациозностью человеческого тела, с красотой строения этого тела, это необходимо в драматическом театре. Может быть, драматический театр именно в этом смысле, как это называется, когда и то, и другое это совмещает в себе синтетический мир, а где тело важно, и голос важен, и музыкальность важна. И это не отдельная какая-то часть. Допустим, болезнь отвечает за тело, а опера отвечает за пение. Вот. И поэтому, конечно, это все. И драма позволяет набирать вот этот опыт с другого рода проявлений искусства. И я помню, однажды у меня был случай встречи с Сергеем Владимировичем Бологовым в театре, который, да, находится рядом. И однажды он сказал, как я хочу, чтобы, имея в виду артистов театра «Мастерская Петра Альтаменко», он сказал, как я хочу, чтобы вы сыграли у меня в опере. Я говорю, ну как же мы можем сыграть, мы же не поем. Он говорит, да они споют, вы сыграете. Вот это тоже для меня было такое, в общем, конечно, это ничего у меня не состоялось, наверное, не могло. Но вот это вот такое легкое предложение, что можно и такие варианты работы объединять. Мне было очень интересно. Я до сих пор вспоминаю эту фразу, хотя я не могу еще раздаврить. Ты можешь так использовать, за кадром, когда они поют только на певице, а в кадре играют на певице. Да, но живем интереснее и сложнее. Вот, так что. Да. Азаму, еще раз, вы очень хорошо объяснили, что действительно актриса и актер абстрагируются своего героя, чтобы полностью не переплошать. Скажите, пожалуйста, вот у вас очень интересная роль в фильме про Бунина, у вас очень психологическая тоже роль была. Вот сейчас, скажите, пожалуйста, а вот после сыгранной роли, вот для вас что-то остается, или вы просто сыграли, забыли, и дальше играете другую роль, и дальше что-то остается для вас, именно для человека? Остается, радость, радость общения с людьми, с которыми ты пролелывала определенное количество. Нет, не от работы, а именно от героини. Вы знаете, во-первых, нет, я могу сказать так, не отдаётся. Это и не исчезает. В любом случае, ты как эстафету, ты эту роль переплавляешь в другую роль, в следующие шаги. Никогда не занимаешься очень долго тем, что ты уже сделаешь. Это уже сделано. Хорошо это или плохо, удалось или не удалось. Кино достаточно статичное, его нельзя изменить, это не театр, где ты каждый день имеешь возможность прийти и сделать по-другому. Или в зависимости от того, кто в зале. То есть это живое, каждодневная работа. А кино – это статик в этом плане. Хотя иногда говорят, да, что сегодня артисты в кино играли лучше, чем вчера. Но это всё равно зависит уже не от отца, а от тех, кто это сделал. Оно статичное. И в неуспокойном своём состоянии ты ничего там изменить не можешь. И тебе хочется, если это была хорошая работа, интересная в совокупности, то тебе хочется, оттолкнувшись от неё, делать дальше. И поэтому ты устремлён к тому, какой будет следующий шаг. Даже если его долго не будет, даже если его надо ждать годами, всё равно ты устремлён туда. Но ты не циклишься на том, что сейчас делал. В кино, во всяком случае. Вы считаете себя всё-таки более театральной актрисой? Я считаю, что актёр – это театр в любом случае. Это кино, это большое искусство, зародившееся не так давно. Ну, сколько его лет. Артист растёт как артист, создаётся, возникает в театре. В кино он может привнести, он может приобрести, он может связать эти вещи. Но воспитывается он на сцене. Это моё глубокое убеждение. И даже если есть исключения из этого правила, они исключения, которые его подтверждают. И когда артист в настроении говорит о том, что я не артист, я типаж, он, конечно, немножко скромный человек, потому что он большой артист в кинофилии. Но я понимаю, что он имеет тюрьму. Что всё-таки он никогда не считал себя именно артистом, с точки зрения того, что у него не было драматической сцены, и он не направлен в эту профессию таким образом. Он был связан конкретно с режиссёром, у него была возможность экрана, где он был удивительным исключением из общего правила. Он, конечно, был артист. Но то, что он имеет в виду, я не понимаю. И могу с ним согласиться. Тогда вы выбираете сами опыт, в каком фильме вам заниматься. И не на каждый день вы соглашаетесь. Вы выбираете режиссёра, сценарий, по какому принципу вы выбираете? Вы знаете, наверное, даже не я выбираю. А меня выбирает всё-таки и режиссёр, и материал. А уже отвлекается или нет? И когда поступает предложение, ты, конечно, реагируешь на то, кто это делает. Это связано с фигурой режиссёра первостепенных, связано с фигурой человека, который пишет материалы, сценарий. Это безусловно. Мы без этого не можем. Артист сам по себе, без сценария, без режиссёра, без партнёров, ничего не значит. У нас в этом смысле мы не пупы этой земли. И поэтому это связано всё-таки именно с группой людей. И для меня, например, в Ане Жизеле невозможно без тех людей, которые там находятся. Дневникова Жизеля неразрывно связана с Андреем Сергеевичем Смирновым и ещё с чем-то. И поэтому соглашаться, принимать предложение, можно только в совокупности этих вещей. Когда они совпадают, ну даже мысленно, ты не размышляешь, ты просто идёшь и уходишь туда, в этот круг людей. Если это не совпадает, в большинстве своём, то и нет повода выходить замуж, по-моему. А такое знакомство, оно тоже не повод для того, чтобы долго на это тратить время и силу. Кино – вещь опасна для артистов. Оно заманивает, потом бросит. И очень много людей, киноискусство в этом смысле. Ну, по-моему, жертвам, я думаю, собственных таких-то проблем внутренних. Но кино доверяет нам действительно кто-то, говорит, что кино – да, такой любовник. А театр – это очень… А вы сами ходите в театре? Я работаю в театре «Мастерская Петра Фоменко». Вот и этим всё сказано. Спектакль какой у вас есть? У меня лично какой есть спектакль? Вы нравится этот спектакль? Да, конечно. Театр «Мастерская Петра Фоменко» можете посмотреть на сайте театра, увидеть все названия всех спектаклей. А какой, кажется, спектакль у вас? Все спектакли поставлены Петру Навчу Фоменко, мне кажется, что можно просто не задумываясь, прийти посмотреть в любом случае, чтобы не зарадовалась. Вы, как раздовольны те мероприятия, которые у вас есть, какие-то вот мечты? Нет, у меня в этом смысле мечты нет. Я довольна тем, что её нет. У меня этого нет, и действительно никогда не было, и может быть, это нехорошо, или отсутствие такого рода облицей. А может быть, это говорит о том, что у меня была счастливая жизнь и есть в театре. Вы в театре в мире с собой живёте, в такой-то степени. Нет такого, я бы хотела там сыграть. Нет, такого нет, наверное, не было. Жюллету? Нет, Жюллету я не хочу. Машу Левану, по которой я не хочу. Мы снова называем Жюллету? Нет, претензий к жизни у меня нет. Вы в мире с собой живёте? Да. Я того же сом, я желаю вам всех присутствующих здесь. Спасибо. Спасибо. Ольга Специдцева не вернулась в Россию, а осталась именно в Соединенных Штатах Америки. Вот это я вам не смогу сказать. Это всё-таки надо разговаривать с человеком уже, который изучал и следовал эту жизнь буквально до всех её нын. Ведь это и Анна Харова тоже не вернулась. Они очень многие вернулись, время такое. Но это было связано не только с ними, это было связано с теми балетмейстерами, с которыми они ездили. И каждый с ними. Конечно, но там многое было. Конечно. Спасибо. Ну, в твоём цветок. Спасибо.